Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РНТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Очередное нарушение выявили специалисты муниципального контроля. В Доме культуры поселка Виноградный прошел День здоровья. Прием вели врачи городской больницы и Центра медицинской профилактики. 4 ноября Россия отметила День народного единства. А сейчас обо всем подробнее. Наводить порядок в придорожной торговле нередко приходится с помощью составления административных протоколов на нарушителей. Специалисты управления муниципального контроля объезжают сельские округа и проводят работу с нарушителями правил благоустройства курорта. Очередной выезд в Витязево, район железнодорожного вокзала и Гайкадзор. В очередном рейдовом мероприятии участие принял заместитель главы Анапы Александр Колесников. Совместно со специалистами управления муниципального контроля проверяет, как используются сельскохозяйственные земли. Первая точка проверки – железнодорожный переезд в селе Витязево. В нескольких метрах от дороги – жилое строение. Претензии к местному фермеру касаются не столько самого строения, сколько беспорядка на территории вокруг. Доски, оконные рамы, строительный мусор, протухшие овощи и даже ржавый каркас автомобиля – далеко не полный список того, что здесь можно увидеть. Собственник объясняет, планирую строиться. На нерадиво хозяина был составлен протокол административного правонарушения за беспорядок. Буквально в 40 метрах на противоположной стороне дороги рабочие занимались демонтажем одного из придорожных строений. Все бы ничего, но только доски и строительный мусор сжигали там же. Появлению людей в погонах строители явно были не рады. Что значит все? Что значит все? Мы просто доски попалили. Вообще-то первый раз, наверное, надо предупреждение, а вы сразу отступили. Здесь также был составлен протокол административного правонарушения по статье о разведении костров. Причины такого метода уборки строители объяснили тем, что машины для вывоза крупногабаритного мусора не дождаться. Да он три года заказывает, ни одна администрация, ни одной машины еще не прикладывает. А теперь будет мусорный ящик. Возьмите у нас мусор, мы даже деньги заплатим. Они не берут на нас мусор. Навести порядок в сфере придорожной торговли требования главы курорта. И проводить эту работу необходимо сейчас и не в последние дни перед сезоном. Многие предприниматели уже взялись за исправление замечаний. В Гайкадзоре собственники объектов придорожного сервиса свои строения убирают без скандалов и препиратель с местными властями. Администрация сельского округа попросила поменять, потому что это старого образца. За прошлый год этот рынок работал. У всех практически было так. А сейчас постановление вышло, что все рынки должны быть однотипные. Как в Уташе, как в других регионах. Чтобы одинаковое со всеми было. Подготовка к новому курортному сезону проходит в Анапе уже сегодня. В центре внимания положительный опыт, успешные наработки и перспективы развития отрасли. Чтобы лето нового сезона 2015-го стало еще лучше и для анапчан, и для гостей курорта. Направление развития обсудили на расширенном совещании. Собственники объектов размещения, гостиниц, здравниц, санаториев собрались в одном зале. В руках у каждого ярко-желтые листовки и буклеты. Чтобы будущий курортный сезон прошел на еще более высоком уровне по качеству обслуживания и безопасности, Межведомственная комиссия Анапы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей разработала специальные памятки. В будущем сезоне предоставление гостиничных услуг будет невозможно без свидетельства о присвоении категории. Это касается любых средств размещения более пяти номеров. Для отдыха детей особые требования. Если раньше организованной группой считалось более десяти детей, то теперь более восьми. На детей из семи, из количества семи, есть один сопровождающий. У этого сопровождающего должны быть в обязательном порядке следующие документы. Это свидетельство о рождении на каждого ребенка, медицинский полис обязательного медицинского страхования и согласие родителей единственного, если он не единственного ребенка, или обоих родителей, на то, чтобы этот сопровождающий представлял интересы в пути следования на отдых и обратно, а также во время нахождения на отдыхе у нас в Анапе. Организованные группы из 20 человек обязательно должен сопровождать вожатый и воспитатель. Ужесточились требования СанПИН. Особое внимание докладчики привлекли к обеспечению пожарной безопасности. Все здания должны быть оборудованы автоматической системой оповещения. Запрещено размещать детей в мансардных этажах деревянных строений и более 50 детей в одном деревянном здании. С января 2015 года проверки со стороны пожарных служб станут более суровыми. Своевременное обращение за консультацией и помощью по адресу улицы Астраханская, 74, поможет избежать крупных штрафов. Еще один важный вопрос – перевозка детей. Основной проблемой является неподача своевременной заявки на сопровождение уведомления органа ГИБДД о планируемой перевозке, что затрудняет проверку технического состояния транспортных средств, в данном случае автобусов, на предмет соответствия их безопасности, а также водителей. Заявку необходимо подавать за 10 дней до планируемой перевозки. Памятку можно получить в администрации города в Управлении по делам семьи и детей и тщательно подготовиться к будущему курортному сезону, чтобы отдых детей был не только комфортным, но и максимально безопасным. 1 ноября в Доме культуры поселка Виноградный прошел День здоровья. Прием вели врачи-специалисты городской больницы и Центра медицинской профилактики. Цикл профилактических мероприятий по поручению главы Анапы Сергея Сергеева в этом году начался в городе, а до конца года Дни здоровья пройдут во всех сельских округах. По графику – каждую субботу. День здоровья в Доме культуры поселка Виноградный посетило 366 селян. Всего было проведено более 1000 консультаций и обследований. Жители получили консультацию у кардиолога, эндокринолога, невролога, лор-врача, окулиста, терапевта, хирурга, педиатра, медицинского психолога и других специалистов. Виктория Димурчева работает врачом-эндокринологом всего год. В 2012 году окончила медицинский университет в 2013-м интернатуру. С выбором своей узкой специальности Виктория определилась еще на четвертом курсе. На моем счету уже третий день здоровья. Я считаю, это очень хорошее мероприятие, да, организовывает администрация нашего района, потому что это удобно пациентам. Не все могут попасть к узким специалистам в город, а здесь за один день они хотя бы, доктора могут помочь пациентам понять, в какой области им двигаться, какие анализы сдать и на что обратить внимание. Также к услугам селян – ЭКГ, кардиовизор, УЗИ-диагностика, «Экспресс» – анализ холестерина и сахара в крови. Если в ходе обследования выяснится, что холестерин или глюкоза повышены, это первый сигнал отнестись к своему состоянию здоровья очень серьезно. С результатами анализов нужно обязательно обратиться к врачу. Посмотреть общее состояние своего здоровья, проверить холестерин и сахар – это основное, что нужно знать. Так как мы все работаем, не очень удобно среди недели отпрашиваться с работы и приходить, а это выходной, поэтому доступно. Я хочу проверить сердце, потому что иногда оно чувствуется, потому что если орган здоровый, то его не чувствуешь. Я была молодая, знаю, поэтому, конечно, это очень здорово. Тем более, что, ну ладно, мы еще можем на автобусе там съездить, а вот пожилые люди вот с палочками, куда они поедут? Серьезную помощь в организации мероприятия оказывают студенты медицинского колледжа. Проводят анкетирование, раздают буклеты, регистрируют участников. До проведения Дней здоровья студентка Капитолина Куриная знала все теоретически. Теперь же появилась возможность свои знания использовать на практике. Мы показываем, где какие врачи, вообще что можно пройти, даем им брошюрки, то есть полезное питание, там всякие, в общем, консультируем болезни. Глава города Сергей Сергеев, первый заместитель Светланы Яровая, заместитель главы Людмила Мурашова лично проконтролировали, как организованы проходит День здоровья. Реализация комплекса профилактических мероприятий губернаторской программы позволила добиться определенных положительных результатов. Динамика показателей здоровья населения Кубани улучшилась. Такие условия, которые сегодня глава создает для того, чтобы люди могли посетить специалистов в удобное для них время, выяснить, задать вопросы, их волнующие в отношении здоровья. Думаю, что это необходимо, это будет и дальше продолжаться. По поручению мэра Анапы Сергея Сергеева, курс «Знездоровье на курорте» будет и дальше продолжаться в сельских округах. 4 ноября Россия отметила День народного единства. Этот праздник утвержден в честь важного события в истории России – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году. В Анапе на Театральной площади состоялось общегородское праздничное мероприятие в единстве народа сил России. На Театральной площади собрались анапчане и гости курорта разных национальностей вероисповеданий, чтобы поздравить друг друга с одним из новых государственных праздников России. Кубань – уникальный многонациональный регион, где одной большой и дружной семьей проживают русские, греки, украинцы, армяне, немцы, белорусы. На улице Горького развернулась праздничная ярмарка «Привоз», на которой свою продукцию представили местные производители. Мед, кондитерские изделия, овощи, фрукты, соленья – все это и не только жители и гости Анапы могли приобрести по доступным ценам. Всегда рада, когда наши фермеры выставляют свое что-то, у них есть возможность выставиться. Праздник на площади посетил глава курорта Сергей Сергеев и первый заместитель мэра Светлана Яровая. В этот день на сцене выступили самые яркие творческие коллективы Анапы. Задорно и громко звучала казачья песня, национального колорита добавили армянские и греческие народные танцы и заводные ритмы Кавказа. Концерт очень замечательный, а дружба, дружба всех народов – это и есть единство. День народного единства – это вообще берет в начало этот праздник, того, что Минин и Пожарский с народным ополчением освободил Москву от поляков и западных украинцев, которые были с поляками вместе. Все народы представлены – это здорово? И греки, и армяне, и русские. Самое главное – мир, спокойствие, счастье. Что еще человек Кубан? У нас на Кубани же много национальный народ. Вот и все, мы все едины. На площади работали 10 молодежных интерактивных площадок с веселыми конкурсами и памятными призами. Каждое учебное заведение Анапы представило одну из народностей, проживающих в нашей многонациональной стране. Жить в мире и согласии присуще каждому человеку, который толерантен в отношении традиций других народов и вероисповеданий. Только вместе дружно и сообща преодолеваются любые трудности. И 1612 год – тому доказательство. Глава города-курорта после посещения концерта на театральной площади проехал по памятным местам и оценил состояние мемориалов и памятников. Сергей Сергеев подчеркнул, памятники должны быть всегда ухоженными. Городские службы должны рассчитать объем работы и составить смету. На реконструкцию и содержание мемориалов выделят необходимые средства. На выездном матче в минувшую субботу анапчане завоевали бронзу чемпионата Краснодарского края по футболу. Команда Анапы сыграла решающий матч с геленджикским «Спартаком». Городской футбольный клуб Анапа занял третье почетное место в дебютном сезоне для нашей молодой команды. Решающая встреча на чужом поле прошла с огромной поддержкой анапских болельщиков. За матчем наблюдал глава города-курорта, почетный президент городского футбольного клуба Анапа Сергей Сергеев. Счет открыли хозяева поля в первом тайме. Автором забитого мяча стал Гаспарян. Таким образом, первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Во втором тайме «Спартак» решил перейти в наступление и увеличить отрыв в голах. Однако защитники Анапы выдерживали натиск хозяев поля. Второй гол нашим соперникам удалось забить только на 89-й минуте штрафным ударом. Наша команда в своем первом сезоне продемонстрировала характер и волю к победе. Выйти в тройку лидеров стоило немалых усилий. Ведь козырь большинства соперников Анапы – опыт. На предшествующей субботнему матчу в Геленджике встречи со спортсменами глава курорта Сергей Сергеев подчеркнул, что возрожденная футбольная команда показала достойный результат в этом чемпионате. Не обманули в своих ожиданиях и болельщики Анапы, отмечая, что сезон был не только насыщенным и зрелищным, но и результативным. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг 6 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 14-16, ночью 10 градусов тепла. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы – 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса» здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура. Близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.